Приветствую всех! Сегодня мы рассмотрим еще один девайс, который нам прислал магазин игровых девайсов JetGear. Это игровая клавиатура от компании Tesoro Calada Saint. Вот такая вот. К слову, как и было обещано, в этом видео мы разыграем вторую гарнитуру от Tesoro среди зрителей нашего канала. Ну что ж, приступим к распаковке. Клавиатура поставляется в двух вариантах расцветки – Saint и Evil, то есть светлая серебристая и черная классическая. В нашем случае это серебристая красавица. Не знаю, насколько это критично для загрязнений, но внешность у нее просто отличная. Весит это алюминиевое чудо 1,6 килограмм. Можно быть уверенным, что материалов тут действительно не пожалели. Наш вариант содержит кнопки типа MX Black, без щелчка и отдачи, с нормальным усилием нажатия. Есть также и другие варианты, которые вы можете выбрать при покупке. MX Blue с громким щелчком и четкой отдачей, он идеален для быстрого набора текста. MX Brown без щелчка и с четкой отдачей, с пониженным усилием нажатия, для игроков. MX Red без щелчка и отдачи, с пониженным усилием нажатия, для проигроков. К слову, кнопки выполнены из пластика с отличным покрытием. Я бы никогда не смог отличить их от алюминиевых, если бы не снял одну посмотреть с другой стороны. Но это и не мудрено, подсветка таким образом реализуется проще. Все знаки на клавишах сделаны с помощью лазерной гравировки, потому бояться, что они сотрутся не стоит. Что же касается корпуса, то тут солидные такие куски алюминия, фрезеровка, все дела. Еще разок напомню про вес. На обратной стороне размещены резиновые накладки, дабы клавиатура не скользила, а также двухвысотный регулятор наклона. У клавиатуры организован USB-хаб в фирменном стиле, порты для микрофона и наушников. Качество исполнения на высоте. Единственное, что ток портов всего 100 мА, как зарядку использовать не получится. Но для флеш-накопителей, наушников и так далее – запросто. Если же хотите чуть более серьезный ток, для этого есть и дополнительный кабель питания. Что касается подсветки, тут она белая. В варианте Evil она выполнена в синем цвете. Подсветку можно регулировать по яркости, переключаться между режимами, например, для геймеров, играющих в шутеры, и для мобо-игроков. На клавиатуре имеется функциональная клавиша, что работает как медиапанель, а также позволяет переключаться между пятью различными профилями и менять тип подсветки в шести вариантах. По бокам же расположены две полоски, что мягко освещают стол, разными в зависимости от профилей цветами. Внутри клавиатуры 512 килобайт памяти. Можно записывать макросы, не прибегая к программному обеспечению. Как это делать, вполне понятно из мануала. Забавно, что время между нажатиями тоже запоминается. Софт же позволяет управлять макросами более точно. С его помощью можно настроить очередность нажатия и величину интервалов между ними. Но по большому счету, можно обойтись и без этого, вводя макросы напрямую. В целом, я от клавиатуры просто в восторге. Это лучшая клавиатура, которую я когда-либо в руках держал. И если бы не механические переключатели, то я бы всячески попытался оставить ее себе. К сожалению, я занимаюсь звукозаписью. Она мне будет при этом мешать, потому что она достаточно громкая. Если говорить о качестве материалов, о сборке, о функционале, о дизайне даже. Все просто на высшем уровне. По поводу цены, на официальном сайте она стоит 12,5 тысяч рублей. И цифра внушительная, если честно. Однако, я думаю, такая клавиатура сможет с вами проработать в тандеме не один год. И если вы считаете, что качественный девайс стоит больших вложений, то колада вам в таком случае подходит. Что ж, вот и подошло время рассказать вам об условиях конкурса. И, как мы и говорили в прошлом видео, наш канал совместно с магазином игровых девайсов JetGear проводит розыгрыш двух игровых гарнитур. Это Tessoro QWEN 7.1 и QWEN Pro. Среди тех, кто оставил комментарий под этим видео на ютубе, мы случайным образом разыграем QWEN Pro. А среди комментариев под обзором игровой мыши Tessoro Tirsus QWEN 7.1. Каждый может попытать удачу на каждую из гарнитур, так что не упускайте свой шанс. Для участия обязательным условием является подписка на наш канал и группу магазина JetGear во Вконтакте. Все ссылки есть в описании. Само собой, любой спам будет удаляться и не примет участие в конкурсе. Итоги обоих этапов будут объявлены 13 ноября. Сначала в онлайн-режиме на нашем Twitch-канале мы проведем розыгрыш, а после результаты будут написаны в нашем паблике и в группе магазина JetGear. Ну и как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.